Ну, уважаемые телезрители, мы продолжаем, и сегодня у нас гость в студии, как это обычно принято в конце, под конец передачи, это Магомед Рагимов Алихан Османбекович, это наш земляк и режиссер, скажем так, выпускник московских или питерских университетов, московских университетов, и поэтому нам с вами будет очень интересно поговорить, ну, прежде чем мы начнем говорить о вас, что это у нас тут такое? У нас два гостя, все, два гостя. Что это за инструмент, расскажите, пожалуйста. Здравствуйте, инструмент называется чунгур, это искон-дагестанский инструмент, инструмент народный, есть классический, есть народный. Такие вообще производят, да, сейчас? Да, именно в Дагестане. Ну, он такой, как бы древний у него ведь, но в то же время сбоку я вижу. Дело в том, что этот инструмент именно приготовлен в Азербайджане, в Шеки, у нас был Великий Ашук, Ашук Сакит, это был его подарок, когда я окончил школу, среднюю школу. То есть это стих? Да, да, и когда он увидел, что я с 10 лет на стене пою, пел тогда в то время, и он знал, что я играю, пою, давайте, тебе надо выйти на большую стену, чтобы выйти, тебе должен быть нормальный инструмент. Ага, человеческий. И это был подарок того человека, до сих пор мне. Куда бы я ни пошел, чунгур со мной. Ну, у вас прозвище Ашук, да, что это значит? Это прозвище, я даже в благодарности у вас вместо имени пишу Ашук. Ашук, это как, возьмем, как бар, да? Ашук, слово влюбленный. Влюбленный можно делать не только в жизнь, в женщину, в жизнь, в народ, имею в виду о народе, о языке. И влюбленный можно говорить о гор, о родине. Вот влюбленный с этого. Если ты играешь и поешь песни, это не то, что тот, кто играл, чунгур, он Ашук. Дело в том, что сам должен и сочинить песни, и стихи, само собственное производство. И плюс тех авторов, которые раньше до меня пели, до нас пели. И я должен их представить, что их игру, как они играли, как они пели, и подход. Ну, каждый человек имеет право свою лепту внести. Мы узнали, что вы снимались, то есть было камео, да, как это говорится в таких фильмах, как «Глухарь и меч». Что это за были эпизоды, и какую роль вы там исполняли? Я снимался не только в «Глухарь и меч», а есть еще фильм «Маша плюс Саша». Перед сценой я поругался режиссером, я отошел. А после этого была у нас Сталинградская битва в честь 70-летия. Я играл тоже грузина. А, грузина? Да, за то, что… Вас не раскусили? Да, дело в том, что мы играли, снимались, и события с Россией, с Грузией, вот этот кушок тоже выразили. Ну, я хотел у вас тоже спросить, у нас был ранее тоже гость, тоже режиссер. Да, телережиссер. И у вас тоже хочу спросить, вот сегодня фильмы, сравнить их с советскими фильмами, которые по сей день актуальны, по сей день интересны. Являются такими гениальными работами, и лучшими работами. А сегодня фильмы в большей степени одноразовые. Один раз посмотрел, и уже все как бы. Вот чего не хватает сегодняшним фильмам, сегодняшним режиссерам, чтобы сделать вот культовые такие картины, которые будут жить вечером? На сегодня не хватает драматургии сегодня. Это болезнь и для театров, и для кино. Драматургии нет. Вот линии драматургии сегодня отсутствует. Ее нет почему? Она изжила себя? То есть уже не о чем говорить? Нет, 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 ребята, некоторые знают, что я вам скажу. Меня вот учили в ШУКе мои мастера Михаила Борисовича, Борисов Александр Паламешев. Они говорят, режиссер, причем прийти к определенным актерам или в театр, он должен знать. Если я иду сегодня в русский театр, то я должен взять классику. Если я иду в Аварский театр, то я должен знать драматургию Аварского театра. Какие режиссеры что поставили, что писали. Если я иду в Лизгин театр, то я должен знать, что у них есть в багаже. Какие поэты, драматурги, что писали. Тогда и актуальна ли вот эта тема у нас сегодня. Это первое. А по поводу фильма, да, мне нравится, последний до сих пор, Гайдай наш. Вот возьмите его любой фильм. Да. Актуальный. Мы 10 раз, 20 раз смотрим даже. Конечно. И так же они прекрасны на сегодня. Возьмем «Кавказская пленница», где мой ректор Владимир Абрамович Этуш. Вот все говорят, когда я еду в Москву, пожалуйста, передайте ему от нас до Китана Саламу. Он был моим ректором. Вот играют те роли, да, в этих фильмах есть драматургия. И в то время советские фильмы, они вот похабщины, не выпускали на стену. А сегодня вот возьмем комедий-клаб. Ну, многим нравится, но мне это не нравится ребятам. Там, знаешь, там нет суть, там нет сценария. Там просто вот пришли, а разговоры ни о чем. А «Малая родина», вот вы, это же ваш фильм, правильно? Расскажите о нем немножко поподробнее. Я для этого фильма, я вам скажу, я продюсер этого фильма и второй режиссер. Но так как нам нужны были актеры, мы много запросов сделали нашим дагестанским ребятам, которые живут в Белоруссии, потому что фильм мы сняли в Белоруссии. И так наши дагестанцы, они люди, которые жили в Белоруссии, они не творческие. Там и спортсмены были. Когда я им звонил, я говорю, ребята, нам нужны дагестанцы для этого ролика. Да вы что, Алихан, мы не можем, мы не артисты, актеры. Мы встречались с такими. Пожалуйста. Что же вы нам не позвонили-то, вы же дали ни одного звонка, хотя бы смс. И поэтому главный режиссер этого фильма Вячеслав Секор, он говорит, ты же дагестанцы, почему ты не хочешь? Ты же актер, я говорю, ну да. Я говорю, получается, что я снимаю, я про себя что-то получаю? Нет, нас нет, почему должны оплатить? И народ вообще еще не творческий, они не хотят, мы просим, они не хотят. Давай ты нас сам сыграешь. Почему именно в Белоруссии? Мы сняли в Западной Грузии, в Западной, прошу прощения, в Белоруссии, Гродно, город. Потом мы сняли в Могилеве. А событие происходит в наше время, это время после распада Советского Союза. Почему комедии, да? Вы помните, после распада время было очень трудно, трудное время. Ну мы молодые были, но рассказывать надо еще не много рассказывать. В эти времена, да, приходят дагестанцы, кавказцы, в глуби России, берут сейчас районы, колхозы, ходят под себя. Очень трудное время было. Но и народу, и кто живет в деревнях, им не нравится, что приезжают из глубины, например, с Кавказа, забирают от них все, отбирают поголовные все. Они говорят, ну как можно их учить, приучить? Сами увидите, мы сейчас ждем выхода больших экранов. Будем ждать, будем ждать. Очень интересно, интересовали. Ну так я видел, на самом деле. Ну в следующий раз, когда будет проблема с нехваткой актеров из Дагестана. Будем знать. А после этого, после «Малой Родины» я снял фильм у нас в моем районе, Ахтунском районе. Фильм, который называется «Совесть». Хороший название. Да, это фильм я снял в начале Советского Союза. Помните, в 1936 году образовалась колхоза, совхоза в Советском Союзе. Тогда же, 1936 год. В те времена репрессии отправили многих молодых, многих мужиков наших, отцов. Те, кто называли, те, кто если не работали, не подчинялись и не отдавали свои мию. То, что есть у себя, имею в виду домашние, скот, они обязаны были передать колхозам. Потому что советская власть на ноги стала. В 1936 году, я помню, 1937 годы, это очень трудные времена были. И фильм про это время. А потом уже начинается война, Великая Отечная война. Вот этот период, в это время у нас в Дагестане, во всех районах, многие отправили в ссылках, и там умирали. Многие не вернулись. Из тысячи, может быть, единицы вернулись. Это событие, это просто правдоподобная вещь, я сейчас хочу показать. Но опять-таки, обещали, уважаемые люди, встретились, приехали, наша съемочная бригада, с Москвой приехали. Мы уже снимаем, начинаем работать, и там уже они отходят от нас. Как-то уже закончили. Сейчас находится. Все получится, все получится. Ждем все-таки, я думаю, перейдем к вашему другу. Другу? Который заскучал уже. Интересно было. К нашему народному. Да, к вашему народному другу, скажем так. Покажите немножко нам, что вы можете, и чтобы так... Такую маленькую зарисовочку, скажем так? Маленькую. Издательный. Почему я? Не о любви. Когда я играю, да, на самом деле, то, что я играю, я что в душе, и этому показываю народу. Я сейчас хочу вам петь народную песню, но, прежде чем петь, Ашук, он сидя не должен петь. Пожалуйста. Как вам, как вам год? Пожалуйста. Я спою одну песню, народную песню, которая называется «Сара лезгихалк». С этой песней я вышел на большую систему. То есть это не лезгинская песня? Лезгинская песня, да. Я не пою русские песни, я не пою зарубежные. У нас республика большая, национальности много. Сейчас лезгины прильнули к экрану. Можно, почему нет? Наши подъехали. Да, да. Субтитры сделал DimaTorzok Браво, браво. Белиссимо. Как на лезгинском будет «Браво»? Браво? Это так и будет. Это вообще лезгинское слово. Нет, у нас знаю, что «Браво» я сейчас сразу не знаю. Никогда не задумывались. Нет, я когда выход на сцену, я всем говорю «Браво, браво». Замечательно. У нас говорит «Сара», «Саул». А вообще оно такое выпуклое, его удобно держать вообще? Нет, на самом деле удобно. Знаешь почему, да? Когда с ремнем, она и так на место стоит. Как влетая, да? Да, есть тар, но это уже классическая абжанская вещь. Она двумя выпуклая. А тут одна у нас. Потом она изучена. Вот здесь вот. Она пустая, на самом деле. Сделана из ореха и из мухтутовника. Спасибо вам большое. Очень приятно было с вами сегодня пообщаться. Очень приятно было. Барка. Увидеть то, чем вы занимаетесь. Я желаю вам успехов всячески. Очень интересно, вы заинтересовали. И еще лап постарайтесь. Будем ждать, будем смотреть. Вам удачи, мужики. Ну, уважаемые те, зрители, у нас в гостях был Альхан Асмабрикович Магомед Рагимов, режиссер и будущий наш, скажем так, известный земляк. Еще известнее, чем сегодня. Барка, на счет что пришли? Удачи вам, спасибо. До свидания.